Добрый день! Сегодня мы поговорим о вентиляции и осушении бассейна. Основная проблема – это неправильно выбранное время, когда необходимо задумываться об климатизации бассейна. Зависит это от типа оборудования, которое вы хотите поставить в бассейне. Климатизация в бассейне состоит из двух основных факторов – это вентиляция и осушение. Вентиляция необходима для обеспечения санитарной нормы на одного купающегося. Как правило, это 80 кубических метров на одного человека. И осушение. Осушение необходимо для удаления влаговыделений от зеркала бассейна. Данный параметр является расчетным. Он зависит от температуры воды и воздуха в помещении бассейна. Существует два основных типа осушения бассейна – это компрессорное осушение и ассимиляционное осушение. Компрессорное осушение – это холодильная машина, которая работает на электричестве, там имеется холодный теплообменник, на котором влага конденсируется, и горячий теплообменник, который заново нагревает охлажденный воздух. Данное оборудование работает на полной рециркуляции, то есть воздух из бассейна всасывается в оборудование, осушается, избытки влаги сливаются в дренажную систему, и дальше воздух снова подается в бассейн. Так как данное оборудование имеет излишки тепла, равные электрической мощности компрессора, то мы можем подмешивать свежий воздух в компрессорный осушитель, тем самым обеспечивать вентиляцию в помещении бассейна. Так как подмес свежего воздуха только добавляет воздух в бассейн, необходимо его удаление. Удалять необходимо чуть больше объем, чтобы в бассейне было постоянное разряжение. Это не допустит проникновения горячего влажного воздуха в примыкающие помещения с меньшей температурой, что может привести к образованию конденсатора либо гребков на ближайших поверхностях. Поэтому в бассейне устанавливается дополнительный вентилятор, как правило, в верхней точке над зеркалом бассейна. Есть более простой вариант компрессорных осушителей — это настенные осушители. Они не требуют какой-либо вентиляционной сети, устанавливаются просто на стену и их достаточно подключить в розетку, они, в общем-то, сразу работают. Но такие решения подходят только для небольших бассейнов и они не обеспечивают вентиляцию. То есть вентиляцию необходимо обеспечивать какими-то дополнительными агрегатами. Это могут быть как отдельные приточные или вытяжные установки, так и на совсем маленьких бассейнах это могут быть просто приточные бризеры. В качестве вытяжных точек можно использовать вентиляцию санузлов или душевых комнат. Второй класс оборудования — это ассимиляционные машины. Это приточно-вытяжные агрегаты, они могут быть с рекуператором, либо без рекуператора. Работают они за счет сухого уличного воздуха. Мы забираем воздух с улицы, нагреваем и подаем его в бассейн. Этот воздух ассимилирует влагу и, собственно, удаляет ее на улицу. Плюс данного оборудования в том, что оно меньше расходует электрической энергии. И основной энергией, затрачиваемой на осушение, является тепловая энергия от газового котла. Соответственно, это значительно дешевле, чем использование компрессорных осушителей. Недостаток же данных систем в том, что они неэффективно работают при высоких температурах. Влажность может подняться чуть выше, чем рекомендованные 50-55%. Немного о нюансах микроклимата в бассейне. На что нужно обращать внимание вообще, когда проектируется бассейн? Первое – это электрическая энергия, которая доступна, и тепловая энергия, которая доступна. Это позволит выбрать предпочтительное оборудование – компрессорную машину, либо ассимиляционную машину. Второе – это климат региона, в котором находится бассейн. Чем холоднее климат, тем предпочтительнее будет ассимиляционная машина, так как она будет дешевле в эксплуатации. Чем регион южнее, тем менее эффективно будет ассимиляционная машина, так как слишком долгий период, когда температура достаточно высокая. Следующий важный момент – это кратность воздухообмена. Как правило, кратность воздухообмена в помещении бассейна составляет 4-6 крат объема помещения бассейна. Эта величина необходима для обеспечения хорошей продуваемости всех точек в бассейне и обеспечения равномерной влажности по всему помещению бассейна. При применении ассимиляционных машин данная кратность обеспечивает необходимую влажность в бассейне в летний период. Минимальный объем свежего воздуха, который необходимо подавать в бассейн, равняется 80 кубических метрам на одного купающегося. Меньше нельзя, будет некомфортно. Наиболее комфортная температура воды и воздуха в помещении бассейна принимается 28 и 30 соответственно. Это самые оптимальные параметры, исходя из них, чаще всего и делается расчет системы осушения. В редких случаях применяется более холодная вода и воздух. В детских бассейнах, как правило, это значение выше на 3-4 градуса. Что здесь обязательно, это чтобы температура воздуха всегда была на 2 градуса выше, чем температура воды. Если поддержание влажности обеспечить достаточно легко с помощью системы осушения, то с температурой иногда бывают нюансы. Нагреть помещение до комфортной температуры несложно, а вот в летний период охладить иногда бывает проблематично, так как в большинстве бассейнов пользователи любят делать большое остекление, особенно любят делать остекление на юг, то в летний период помещение очень сильно перегревается. И иногда целесообразно поставить какой-либо кондиционер, либо систему охлаждения в саму вентиляционную установку. Но здесь надо действовать аккуратно, чтобы не переохлаждать воздух, так как это может привести к простудым заболеваниям. Об организации воздухообмена в помещении бассейна. Наиболее правильно это подача воздуха снизу под окнами и вытяжка над зеркалом бассейна. При этом вытяжная решетка должна располагаться по центру зеркала бассейна и, в общем-то, быть одной-единственной. Распределять ее не обязательно. Также правильной является диагональная схема, когда воздух подается снизу вверх под окнами либо сверху вниз над окнами, а вытягивается сверху с противоположной стороны. Тут важно понимать, что влажный воздух более легкий, чем сухой воздух при той же температуре, поэтому он поднимается вверх. Соответственно, вытягивать воздух надо в верхней точке. Подача воздуха производится либо через напольные решетки, либо через напольные конвектора. Если же подача воздуха делается сверху, то устанавливаются специальные двунаправленные решетки, чтобы можно было точно направить поток воздуха. К дополнительному оборудованию для климатизации бассейна можно отнести встроенные системы осушения в вентиляционное оборудование, встроенные системы охлаждения в любой тип оборудования и различные системы энергоэффективности, как правило, встраиваемые в компрессорную машину. Если применяется настенный осушитель, как правило, дополнительно ставят только какой-то бризер для обеспечения вентиляции. Если мы говорим о компрессорном осушителе, в редких случаях ставят канальный охладитель, чаще всего ставят просто настенный кондиционер, если требуется охлаждение в помещении бассейна. Еще реже ставят дополнительные системы, дополнительные теплообменники для энергоэффективности. Если же мы говорим о вентиляционной установке, будь то оборудование без рекуператора или с рекуператором, чаще всего туда дополнительно ставят охладитель для обеспечения комфорта в летний период, ну и встроенные осушители для обеспечения, опять же, комфортной влажности в летний период. Применение таких дополнительных агрегатов позволяет добиться идеального микроклимата в бассейне в течение всего года и в летний и в зимний период. Расчет влаговыделения в помещении бассейна ведется в основном от площади зеркала и соотношения температуры воды и температуры воздуха. Зависимость там прямая. Выше температура — больше влаговыделений, больше зеркала — больше влаговыделений. Также надо обращать внимание на то, что перелив является зеркалом бассейна. Обходные дорожки также учитываются во влаговыделениях и обязательно учитываются аттракционы. Различные гейзеры, противотоки, искусственные волны — все это обязательно должно участвовать в расчете на влаговыделения бассейна. Для маленьких бассейнов, которые используются в основном как купель, рекомендуется применять более холодные температуры воды и воздуха, так как высокие параметры в таких помещениях практически не используются. Если же это бассейн детский или предполагается, что в данном бассейне будут часто присутствовать дети, то температуру наоборот рассчитывают более высокую. Также есть нюанс по осушению в зимний период. Компрессорный осушитель равномерно работает круглый год. У него одинаковое осушение в течение всего года. Ассимиляционная же машина напрямую завязана под влагосодержание уличного воздуха. И чем на улице холоднее, тем эффективнее она работает. Поэтому тут появляется нюанс. Если в зимний период окна недостаточно качественные, компрессорная машина может не справиться. И, например, влажности в бассейне 55%, которая является нормой и которую осушитель без проблем выдерживает, в зимний период при данной влажности окна могут дать конденсат. Лечится это только установкой более качественных окон изначально, либо установкой ассимиляционной машины, которая способна в зимний период поддерживать в бассейне более низкую влажность. Тем самым не допускать образование конденсата на окнах. Если внутренняя поверхность рамы либо окна окажется ниже точки росы, на окнах образуется конденсат. Чем качественнее будут окна, тем меньше вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях. Даже если оборудование способно выдерживать требуемую влажность в бассейне, но окна не справляются и достигают точки росы, конденсат обязательно будет. Избавиться от этого можно, установив более качественные окна, либо установив оборудование, которое способно в зимний период понизить эту влажность, уйти ниже точки росы и тем самым обеспечить нормальную работу не самым качественным окнам. На примере этого бассейна мы можем увидеть почти все косяки, которые бывают, когда отсутствует проект на климатизацию бассейна. Первое, на что обращаем внимание, это отсутствие зоны вокруг чаши бассейна. Там очень тесно, там проходит достаточно большая труба, так как зеркало бассейна большое, здесь применяется труба 70 на 40, установленная вертикально, и все равно она занимает слишком много места и ходить там достаточно тяжело, также тяжело будет впоследствии размещать дополнительные агрегаты. Также здесь применяются напольные решетки, но из-за того, что напольные решетки сдвинуты вглубь, над фундамент, их, во-первых, пришлось отдельно вырезать уже по существующему перекрытию, во-вторых, чтобы подвести туда приточную трубу, пришлось алмазным буром углубляться ниже уровня плиты, заглубляться в фундамент и зигзагом заходить в приточную решетку. Бассейн здесь разделен на две части, эти зоны разделены несущим ригелем, который нельзя сверлить. Соответственно, мы не можем разместить вытяжные решетки над зеркалом бассейна, это невозможно. Поэтому было принято решение отнести вытяжные решетки на стену, которая предполагалась как зона отдыха. Это не идеальное решение, но оно компенсируется большой кратностью воздухобмена, поэтому проблем с влажностью на данном бассейне не будет. Зона, где установлены вытяжные решетки, она предполагалась как спортивный комплекс, но есть нюанс в том, что не предполагалось разделение зоны бассейна и спортивной зоны. Это категорически неправильное решение, так как заниматься в спортзале при температуре 30 градусов и высокой влажности это некомфортно, а добиться без разделяющей стенки разных параметров воздуха просто невозможно, поэтому от спортивной зоны удалось отговорить. Здесь будет просто зона отдыха. Само оборудование, это ассимиляционная установка с рекуператором, встроенным охладителем и встроенным осушителем, располагается в гараже, который является присоединенным помещением. Так как не было предусмотрено никаких подземных ходов, чтобы приточный вытяжной воздух завести в помещение бассейна, его пришлось вести частично через улицу, частично через зону отдыха. При этом пришлось его сильно сплющивать, чтобы можно было попасть в бассейн не переступая через вент-канал, а просто через небольшой пандус. Так как приточные решетки не были заранее спроектированы, а алмазное бурение делалось уже по факту, точность расположения отверстий не абсолютная, поэтому теперь каждую приточную решетку необходимо будет делать под заказ индивидуально, вымеряя расположение отверстий, чтобы все абсолютно точно совпало. В данном случае у меня за спиной всасывающая решетка, с противоположной стороны бассейна установлена вытяжная решетка. Также мы расположили внешний компрессорно-конденсаторный блок. Также был нюанс с выбором цвета решетки. Все решетки необходимо делать в цвет фасада. Это сейчас легко делается, красится по цвету рал и такие решетки менее заметны, бросаются в глаза.